и всем привет с вами я леонид и мы сегодня продолжаем играть в игру рим total war и это перезалив видео поскольку я только сейчас помнил о том что забыл скорее всего включить микрофон потому что начала заходить как раз таки варкрафт на сирус и его планирую снимать сейчас и тут вспоминаю то что надо отключить бандигами звук я обнаруживаю вот эту ситуацию то что видео вышло без звука и было печально немножко на самом деле поскольку немало времени потратил на запись меня отвлекали тем более хотя с другой стороны даже киража то что не получилось такой проблемы что меня отвлекали мешали и были проблемы с записью видео и сейчас пер записываю на данный момент у нас все довольно хорошо потихоньку египет начинаем продавливать довольно быстро улетает изначально так было будем уничтожать сейчас армию которая пыталась меня до этого захватить штурмовала меня я два раза с ними воевал когда они штурмовали первый раз я воевал с ними они меня победили фактически но из-за того что у меня игра вылетела битва сбросилась и результат неизвестен был но по факту они меня победили и и захватили город второй раз я начал с ними сражаться как разки вот тут на площади площади глупо сделано немножко то что в двух местах проход и можно спокойно закрыть его со всех сторон и не париться насчет захват и сброса второй раз начал сражаться с ними у меня войска взяли быстро расстреляли отряд и помимо того что расстреляли вражеский отряд так они еще сожгли вражескую осадную башню поскольку противника была только одна осадная башня то тут понятное дело то что противник проиграл и для меня это был плюс все таки ну и поскольку противник проиграл он начал уходить он начал еще больше терять воинов но и вот его остатки поэтому я буду пытаться прокачать даже не то что прокачать все таки усилить численностью город буду уничтожать я изначально вражеских стрелков хотя я это изначально всегда делал сколько это главная проблема особенно если учитывать тот факт что примеру у египта лучники фараона стреляют по той же дистанции что и мои благородные а местами у меня только обычные конные лучники и становится небольшая проблема но также проблемами является это колесницы поскольку они но давайте честно быть очень быстро и немного странно они являются действительно намного быстрее всех отрядов если быть более точным то быстрее и про на все сто процентов не могу сказать быстрее всех отрядов среди кавалерии но точно среди некоторых отрядов всадников они могут спокойно бегать примеру римский генерал он догоняет спокойно благородную кавалерию понимаете тяжелую кавалерию догоняет ну благородную кавалерию тяжело сказать легкой но она по сравнению все таки с охраной генерала легче должна быть и охрана генерала догоняет противника а именно благородную кавалерию колесницы благородную кавалерию догоняют и это можно будет спокойно видеть довольно скоро я потеряю воинов примерно половину от одного отряда и потеряю банально глупыми отряд начал убегать а колесницы догнали как такое получилось для меня большой вопрос конечно и мне очень интересно но вот так вот это все вышло и было мне действительно обидно если начинать сейчас смотреть по результату битву вот как раз 24 воина у меня осталось от одного отряда то мы заметим такую одну маленькую вещь что среди фракции всех живых которые имеются это где-то 6 фракции если возьмем все дома и сената как одну фракцию у нас получается рим 1 германии 2 британции 3 египет 4 испанцы 5 мы 6 6 всего фракций рим сам собой особо не воюет это обидно немного на самом деле но как бы ладно не такая большая проблема сейчас я ограничу почти со всеми фракциями кроме испанцев испанцы от меня очень далеко почему фактически я со всеми фракциями границу потому что вот возьмем брутой брутой не воюет с юлиями не воюют со сапионами сенатом то есть я по их ним территориям могу спокойно пройти дойти до там юлиев я с этими фракциями воюю и юлии могут запросто пройти брутом на помощь также и наоборот брод и юлии могут пройти на помощь и это немножко печально конечно с брутами как-то непонятно стало в последнее время происходить но у меня есть пытаясь ранее то что мы пережили эту эпоху когда противник именно дом брутов закончил масштабное наступление то есть компьютер банально уже не знает что делать потому что у него в программе было записано братья начальном этапе вот так вот закидывать скифов и типа скифы должны были продавиться таким путем а поскольку за скифов сейчас мы играем то у компьютера что-то пошло не по плану и поскольку не по плану пошло у них проблема вышла все-таки раз проблема знаешь что нужно делать совершать решать как надо собирать армию и как-то закрывать ну не трещину и не брешь недоразумение это не он начал как краски кидать вспомогательные войска очень часто иногда даже и почти всю армию может кинуть только вспомогательных войск каких-нибудь легковооруженных пельтастов вспомогательные войска копеющики которые гастатов принципов откуда вытаскивает он удивительно гастаты принципы они начальные персонажи начальные юниты а откуда на таком этапе уже когда много времени прошло сначала он вытаскивает эти войска хороший вопрос становится на который мы конечно ответ не получим но скорее всего он банально из своих городов которые захватывала в какой-то момент и оставляла эти войска решил оставить все как раз их и вывезти сейчас города оставил там один генерал сидит примеру или один это это принципов гастатов а то и город вообще пустой и поскольку такое возможно потому что это компьютера для компьютера почему бы и нет мы не используем сейчас команду для того чтобы смотреть всю территорию мы не знаем где что как у противника происходит и за это мы не можем как-то действительно хорошо действовать раз мы не можем действовать таком масштабном плане потому что надо отправлять по-хорошему лазутчиков вообще любых агентов либо армию отправлять и изучать территории их не то можно не держать вообще города пустые поскольку мы компьютер захотели взяли взяли где-то армию full построили за один ход захотели противника а именно у игрока сделали мятеж в поселении а то и в нескольких поселений мятеж ибо наоборот в какой-то месте возведем армию мятеж на которая будет не слабо и через который невозможно будет по-хорошему пройти мимо и придется с ними воевать все-таки или выкинем из города и краски и войска чтобы как-то задержать атаку либо армию взять повредить не слабо и чтобы это так отменилась и на чуть больше по времени себя заняла то есть такие вот моменты бывают сейчас мы и уничтожили немало воинов и убротов то что число почти такой же как у нас зеркальное получилось его противника вот посмотрим самые опасные это три отряда вспомогательных войск легионеры раненько горта и кавалерия все то есть вот они сколько тут нас 5 отрядов единственные отряды которые могут нам что-то сейчас сделать также я флот немножко отправляю к египту с армии небольшой ну ладно три отряда пожалуй германцам отведем на захват поселения даже внутри опять будет отрядов 5 отрядов поинтересней но вопрос куда сюда пойти якобы датчанам то что у нас известно либо туда пойти в одном случае мы ближе к брутам будем и отсюда у нас броты могут пройти но и мы сами тоже можем пойти туда и забрать либо мы чуть ближе британца пойдем британцы еще неизвестно как с нами будут но еще у нас юлии по влезости будут и мы с юлиями начнем воевать а юлии это уже другая фракция как бы в другом месте получается и уже дополнительные проблемы а в германии нас все-таки войска маленькие малом количестве нас выбили из поселения мне почему-то не удивлен пирогам и хотят у нас забрать но мы пирогам и давать не будем ну а взяли в осаду как обычно что у нас тут по мятежникам 2-3 таки россиян здесь у нас к россияне и лучники но гарнизон не настолько идеально нас войска все-таки хорошие где-то 12 отрядов только конок лучников а там даже 2 отряда конок лучников отряд кавалеры и 4 отряда пеших лучников то есть мы спокойно можем противника разбить и не напрягаться вообще офисалоники на удивление фемискира на удивление большое вообще не бунтует с того момента как мы его захватили она не путают ну да тут население 6000 у них нет конечно но все таки этот факт остается да брут брунский флот здесь находится это немного неприятно можно сразу сделать десант можно и в другом месте просто такие войска терять я не очень хочу хочу синопты забрать в котором только прячники и я благополучно забыл положить во флот отряд воинов секирами чтобы в первый же ход примеру можно было бы взять пойти на захват поселения ну ладно здесь у нас 115 человек и те же самые которые у нас были до этого но ничего страшного сейчас их добьем и они нам больше вмешаться не будут а это прекрасно будет так сразу с брутами и египтом и разобрался подводим генерала сейчас в поселении надо будет передать всю свету тому генералу более молодом поскольку это будет замена у нас новому генералу который должен являться более знатным и более крутым как раз кино я надеюсь к тому тоже когда он станет лидером этого города он не станет как вот этот старый генерал который в свете будет шлюха примеру либо пьяница или еще кто-нибудь из неприятных отправляемся к поселению и на пути нам попадаются германцы с тремя трендами ну быстро мы их и расстреляем да и уничтожим в общем сложность их не так тяжело уничтожать здесь два трейда лучников отборных которые от моих конных лучников разлетятся на 1 2 поскольку мы банально числом стрел задавим противник пока они добегут до своей позиции пока ночью стрелять мы около половины уничтожаем уже а то и больше вопрос как повезет нам египет опять нас осаждает германцы нас осаждают повстанцы решили сделать атаку подкреплением так ну а точно сохранится на всякий случай и посмотреть дальше что будет по войскам не так тяжело все должно быть потому что очень много россиян лучников ли в принципе какой-то мощной армию противника нет мы изначально видели когда начинали осаждать поселением справа стороны у нас подкрепление идет поэтому туда выставляем армию свою ну и вот противника удлиняем сразу строй чтобы разделить стрельбу и начинаем генералов отправлять вперед на уничтожение у у нас по итогу вот там эти прекрасные лучники ну ладно лучников так лучников ты отправил будем значит уничтожать лучников тоже неплохо вариант неплохой порадуемся за смерть и быстро противник наши лучники иконы будут по определенным бойцам стрелять и именно по конным лучникам чтобы меньше проблем было по пешим лучникам чтобы мы опять же меньше теряли воинов поскольку каждый залп это какая-то потерянная часть воинов для нас это будет немножко не хорошо поскольку это потерянные деньги на восстановление но в это же время это прибавок к тому что мы имеем каждый ход то есть мы не тратим на содержание этой армии больше денег точнее стандарт будем меньше платить им за то что в этом отряде будет меньше война но опять же если придут какие-нибудь бруты нам будет намного тяжелее с ними воевать сразу капитана уничтожили хорошо добиваем остатки тут уже чуть-чуть воинов осталось если повезет то мы сразу разобьем этот этот ряд и забираем себе поселение если забираем себе поселение это прекрасно если не заберем это плохо будет обидно потому что придется нам дальше держать поселение в осаде последний отряд его идем уничтожать даже перестроимся надо было все-таки на завершение нажимать но по случайности я нажал на продолжить из-за чего я еще потерял как минимум двух воинов ну ладно бывает то результат принципе неплохой 128 в подкрепление осталось воинов и противника остался в поселении немножко странно конечно получилось ну ладно почему он остался это короче вопрос с учетом то что армии противника почти нет ну ладно ксенопия подплываем и флот брата по не знаем берем сено по посаду к сожалению пехота нет но есть нам повезет мы сможем нанять восточную пехоту восточных наемников которым пойдем штурмовать поэтому мы берем с собой садные башни а вообще будем 9 ходов сидеть и ждать когда противники решить нас атаковать так флот кедоне у нас много воинов битых тем более и в радосе много воинов которые можно взять как-то отправить и воевать но есть маленькая проблемка есть лодки которые одна лодка шестерка такими 3 7 и они по обслуге имеют одинаковую сумму поэтому лучше которые без покажки шестерки слеть ну а так по факту делать особо нечего не столько добивать вот эту армию да и принципе всех тех кто у нас находится поблизости на этом буду заканчивать это видео с вами был я леонид всем удачи всем